всем добрый день вы на канале шить для себя это удобно и сегодня мы шьем вот такую простую блузку накидку можно ее еще назвать и из чего же мы будем ее шить из шелка то есть как возникла идея идея возникла при покупке платка такой расцветки он уже обработан и мы здесь не будем отрезать обработанный край просто сложим пополам нашла я компаньон вот такой коричневый шелк вырезала точно такой же платок сейчас я подниму камеру точно такой же платок такого же размера вырезала и то же самое сделаю я обработаю московским швом краешки чтобы соответствовать заводскому московскому шву все из чего же мы начинаем наш раскрой раскрой мы начинаем с того что мы складываем пополам наш платочек и вырезаем ту горловину какую мы хотим я отложила 8 сантиметров вправо 9 сантиметров влево и сейчас вырежу затем наша обтачка будет сантиметра 4 я еще вырежу сантиметра 4 и для чего это вырежу для того чтобы потом неудобно было кроить ее из вот такого коричневого с припусками то есть все буду подробно рассказывать и показывать здесь будет шов вот здесь будет шов и из мерок нам понадобится объем груди 108 то есть мы здесь должны будем оставить четвертую часть от 108 плюс прибавка и по бедрам вот такая простая блузочка приступаем к раскрою на листе бумаги я нарисовала наш срез горловины и вот сейчас смотрите 8 и 8 здесь 4 и бумагу я вырезаю вот это наша обтачка будет значит я ее отрезаю это сгиб здесь будет сгиб ширина обтачки 4 сантиметра откладываю и теперь я прикладываю к углу оставляю на шов ровно один сантиметр на шов выравниваю и теперь обвожу все и оставляю один сантиметр для обтачки которую буду выкраивать из коричневой ткани то есть чтобы оно сошлось вот она будет точно такая на сантиметр сюда и сюда шире и вырезаю обязательно нужно смотреть выровнять все краешки все ровненько уложить потому что здесь уже обработанный край то было все ровненько все и вырезаем смотрим чтобы рисунок у нас располагался именно вверх сейчас я проверю до рисунок вверх все что потом уже будет возможности исправить еще раз складываю и укладываю опускаюсь вот на сантиметр чтобы было видно и вырезаю выкройка переда готова уложили снизу спинку отметили точку и вот здесь вот будет начинаться шов вот на этом участке а этот участок я оставляю для того чтобы обработать край также как на первом платке вот и отсюда опускаемся буквально на два сантиметра делаем небольшую вот такую дугу и все и отрезаем если нам понадобится еще углубить мы углубим еще вот здесь я оставила для того чтобы обработать край то есть вот это у нас получается наша пройма все теперь мы заготавливаем наш платок точно также как и вверх с обработанным краем и рассказываю что делаем дальше вот что получается показываю с начале по плечевым вот так выглядит головина переда так со стороны спинки сбоку вот так здесь обработано с двух сторон московским швом и здесь тоже московским швом и в разутюжку здесь я поставлю закрепочку для того чтобы не выворачивалась так смотрится бочок вот так на этом месте по линии талии намечили уже будет петелька вот со стороны полочки заготовила обтачку продублировала ее подогну с одной стороны за утюжу и она будет уложена по линии переда верхним краем обтачаю линию горловины а нижней на строчу и будет ровно четыре сантиметра заготовила пояс ровно четыре сантиметра как пояс это понятно сложила пополам обтачала изнутри вывернула и настрочила поверху по линии талии будет пояс вот сейчас буду пришивать обтачку по линии горловины так обрабатываем нашу горловину краешки обтачки просто подвернули и настрочили сверху с одной и с другой стороны для чего это нужно для того чтобы краешек вошел в строчку немножко распороли наши плечевые немножко для того чтобы обтачка вошла в этот шов вот значит уложили с изнанки перевернули на лицо и растрочили эту строчку вот так заутюжили и теперь нам нужно ровно четыре сантиметра от обтачки оставить вот все остальное лишнее сейчас я мелом намечаю все четыре сантиметра и подгибаю и приметываю сначала вручную все приметываю потом делаю даю строчку после чего наши плечевые восстанавливаю ну вот головинку закончили настрочили так она выглядит спереди так сбоку наша кофточка выглядит со стороны спинки и теперь я камеру чуть-чуть в сторону так выглядит наша кофточка смотрите какой эффект да сделали петельки и просунули поясок так смотрится сбоку разлетайка со стороны спинки симпатичная модель подойдет любому на любой размер можно использовать так что пробуйте девочки дерзайте и у вас обязательно все получится я точно знаю уважаемые подписчики и гости моего канала я очень рада что нас становится все больше и больше это говорит о том что мой канал вам нравится кому нравится мой канал ставьте пальчики вверх кому информация не интересно ставьте пальчики вниз то есть дизлайки поддержите мой канал ставьте лайки и дизлайки под каждым моим видео пишите комментарии да и давайте мне обратную связь подписывайтесь на меня в соц сетях в одноклассниках в контакте в инстаграм яндекс зен яндекс эфире и у меня на канале есть кнопочка спонсорство каждый из вас может стать спонсором канала всем желаю удачи а